сегодня будет работа с аудиторией будем отвечать на ваши самые популярные комментарии до возможности брюса всемогущего мне еще далеко но за последний год накопилось много важных вопросов которые нам нужно обсудить мы в редакции читаем абсолютно все комментарии даже такие в студии ютуба это реализовано очень удобно приятно видеть ваши благодарности и пожелания а бывает вы подкидываете идеи и поправляете отдельное спасибо нашему телеграм-каналу в общем на связи мк отвечаем на самые популярные вопросы и критику в комментариях поехали нафармил я тут кучу бонусов делая заказы для контента на мега маркете и думаю что заказать в этот раз сейчас на marketplace скидки повышенный кэшбэк бонусами до 60 процентов в марте на покупку нашей любимой техники и электроники только тут можно купить IPS монитор с быстрой матрицей дешевле десяти тысяч рублей из которых больше половины вернется бонусами или например вот одна вентиляторная малышка rtx 4060 от палит за 25 тысяч сто пять рублей с учетом бонусов но не забываем что в случае таких видеокарт нужен процессор и плата с поддержкой писи экспресс 4 а вот такая плата от мс с четырьмя слотами под озу на b450 под какой-нибудь недорогой райзен с бонусами обойдется в 7014 рублей если что всегда можно найти выгодную цену на 12 гиговую rtx 3060 в итоге с монитора видеокарты и платы мы получаем 18 тысяч 806 бонусов заказ как обычно приедет с бесплатной доставкой а для полного счастья применяйте промокод весна техника на дополнительную скидку 3000 рублей на первый заказ от 10000 рублей покупайте выгодно на мегамаркете ссылочка в описании начнем с критики комментарий на полторы тысячи лайков дескать мы не рекомендуем покупать б.у. железки из китая ну для начала чтобы понять всю глубину наших глубин нужно посмотреть свежий ролик где мы рассказываем какие комплектующие из поднебесной брать все таки можно понятно что далеко не у всех есть возможность и желание покупать здесь новые комплектующие с гарантией и наценкой поэтому один из толпов нашего канала обзоры железа из китая за пару лет были протестированы три десятка ssd включая множество фейков и ток популярных видеокарт были обзоры на китайские материнки и память все это ради проверки и демонстрации того какие комплектующие из поднебесной делаются действительно на совесть или хотя бы не подделываются а на чем лучше не экономить конечно в комментариях находятся те у кого майнинговые рыксы без проблем работают годами а кинспеки надежно хранят данные но во-первых ошибка выжившего кто сэкономил и получил рабочее железо обычно радостно об этом пишет в комментариях и отзывах а вот те кому не повезло провалами делятся гораздо менее охотно и совсем единицы меняют отзывы на али или озон через пару месяцев с китайскими комплектующими если что-то пошло не так во вторых более дешевое железо из поднебесной нередко требует более серьезных знаний и умений по обслуживанию под роликами хватает комментариев от опытных владельцев которые жонглируют термопастами фазовыми переходами медными пластинками андервольтингом прошивками биос и ручным управлением вертушками вообще не спорю в комментаторах не сомневаюсь действительно такие манипуляции могут продлить жизнь бэушному железу но готовы ли вы так заморачиваться с ненулевым шансом добить железку ну и в третьих есть ложь есть наглая ложь и есть статистика пробежавшись по индексу надежности dns можно заметить что в среднем технически сложные брендовые комплектующие имеют около 1 2 процентов брака до случаются косяки как было с x3d и ранним микроном видеокартах но все же выкинем из статистики процессоры кулеры и корпуса такие комплектующие выходят из строя крайне редко остаются пять подверженных риску компонентов материнские платы озу ssd блоки питания и видеокарты не будем брать грустные случаи когда из-за одного компонента сгорел весь пк поэтому матан подсказывает что для расчета вероятности выхода из строя независимых комплектующих нужно использовать правило умножения вероятностей если оценить брак брендового железа в полтора процента за год суммарная надежность пяти комплектующих составит около девяносто трех процентов то есть скорее всего никаких проблем не будет ну по крайней мере первый год-два а теперь представим что пока собирается по подвалам алика и озона даже если оценить надежность китайских комплектующих в нереальный для них девяносто пять процентов шанс увидеть черный квадрат малевича на экране составляет 25 процентов за год а если оценить поднебесный брак в 10 процентов на каждый компонент с вероятностью почти 50 на 50 течение года придется выяснять почему же системник не хочет подавать признаки жизни хотите сыграть такую лотерею не вопрос а вот под роликами с анализом новых железок частенько появляются комментарии с критикой использование чужих тестов да еще из канала типа testing games ну во-первых раздобыть свежее железо в россии сейчас достаточно затруднительно тут у нас еще за тремя границами в калининграде и чтобы дать оперативную информацию мы берем тесты с иностранных каналов во вторых даже в случае использования чужих тестов мы наполняем ролик дополнительной информации нюансами о новом железе которые есть далеко не везде и тут уже не наша вина что последние годы производители стали наращивать цены и параллельно мухлевать с ядрами шинами и теплопакетами из-за чего частенько обзор превращается в бразильский сериал с драмами и вот это поворотами ну и в третьих подстаньте уже от тестинг геймса автор канала неоднократно демонстрировал что у него действительно есть доступ к свежему железу ошибки мониторинга при тестировании нескольких комплектующих бывали у нас тесте пяти процессоров мы тоже не уследили и по мониторингу ryzen 7 500 f работал с ddr4 хотя на деле разумеется стояла ddr5 игры тоже вставляют свои палки в колеса тот же counter strike требует специальную настройку рива тюнера для вывода статистики да и чаще всего мы добавляем в ролики тесты из других каналов hardware unboxed gamers nexus и сайтов течь пауэрап и видео карт где данные бьются с тестинг games заодно раз затронули тему тестов поговорим про погрешность измерений в мире не бывает ничего идеального поэтому разброс результатов 35 процентов это совершенно нормально даже полностью обновленная windows 11 любит шуршать фоновыми задачами поэтому самое главное здесь не пытаться выдавать желаемое за действительное как некоторые зрители которые считают перевес в пару процентов по fps на studio драйвере в сравнении с game ready за что-то особенное очень хочется еще раз пояснить ситуацию про компьютер астронома сурдина на мой взгляд получилось лампово это был вообще уникальнейший опыт было очень много приятных комментариев но и столько хейта в наш адрес было разве что под роликом зионами буквально сотни комментариев про то что мы не разбираемся в железе могли купить ему хотя бы бай седьмой а core 2 до нельзя было оставлять изначально вообще не было цели обновлять компьютер владимир георгиевич сказал что у него не работает сканер мы привезли поставили новый и заодно договорились с ним снять его рабочее место ну и под это дело нужно было придумать тему мы решили что достаточно заменить жесткий диск на ssd и поставить простенькую видеокарту обычно наши видео требуют четко выверенного сценария и несколько дублей ну вот как сейчас там и все подснимаем красиво вам показываем но тут вообще другая история я прилетел в москву но так получилось владимир георгиевич конце декабря приболел нам удалось в последний день все-таки встретиться пришлось снимать одним дублем без подготовки без сценария по сути весь ролик это чистый экспромт да технарь егор волновался также как и я и когда он услышал вопрос он слегка его может не понял давайте все таки пускай ответит на вопрос почему флешка медленнее чем ssd всем привет меня зовут егор и хейтеры точно запомнили меня как технаря из ролика о компьютере с ордена и хейт был в целом по делу я действительно не ответил тогда на вопрос почему флешки медленнее чем ssd и на самом деле это не такой простой вопрос как кажется на первый взгляд многие в комментариях писали что дело в шине usb дескать она медленная и из-за нее usb накопители не могут развивать большую скорость но при этом в продаже есть флешки у которых скорость чтения записи составляет гигабайт секунду что быстрее большинства sata ssd более того если мы возьмем современную шину и usb 4.0 type-c то в новой версии она выдает скорость аж в 10 гигабайт секунду это именно usb со скоростями уровня лучших nvme ssd так в чем же дело если не в шине достаточно посмотреть комментарии о флешках большинстве магазинов и будет понятно зачем люди их берут кому-то нужно переустановить windows кому-то нужно в медиаплеер машине закинуть треки то есть в целом большинству не нужны большие скорости и большие объемы а вот низкая цена для флешки которая будет использоваться раз в год приветствуется именно поэтому производители подстраиваются под пользователей и даже формально быстрые флешки с интерфейсом usb 3.0 просто не выдают свои скоростей потому что никому это не нужно а сэкономить хочется но это одна сторона медали вторая сторона медали наш не идеальный мир и физические ограничения вспомним про современные быстрые nvme ssd да они выдают скорости в гигабайт и в секунду но при этом они очень сильно греются им крайне необходим хотя бы какой-то радиатор а в случае с pc express 5.0 ssd требуется уже нормальное воздушное охлаждение и разумеется все эти горячие контроллеры большие объемы флеш памяти и кэш уместить в маленькую флешку еще охладить там просто физически не получится да разумеется есть производители которые создают специальные контроллеры под флешки очень быстрые контроллер способные выдавать даже гигабайт секунду но увы такие флешки все равно очень сильно греются и достаточно быстро сбрасывают скорость так что краткий ответ на вопрос почему флешки медленнее ssd а потому что они не медленней а все что мы сейчас видим это причина того что рыночек порешал и потому что обойти законы физики пока не удалось никому что касается кор 2 дуо почему-то среди мамкиных тыж программистов на зеонов считается что двух ядерники из нулевых это дно на которых даже не выйти в сеть на деле корки 20-летней давности ощутимо быстрее мобильных celeron выпущенных специально под windows 10 которые до сих пор производятся если взбодрить систему твердотельником а графические задачи переложить на видеокарту затычку то такой пока будет без проблем справляться с серфингом в интернете просмотром full hd видео на youtube и редактированием документов для тяжелых вычислений владимира георгиевича есть хороший ноутбук а дома мощный мини-пк с восьмиядерным райзен которого он даже еще не запускал в благотворительности он не нуждается главной целью было общение с интересным человеком а вот теперь перейдем к действительно интересным замечанием в комментариях под роликами о зеон и сборках на будущее частенько мелькает мнение что технологии развиваются семимильными шагами и за несколько лет уходят далеко вперед и нет смысла собирать пока на будущее и с одной стороны с этим трудно поспорить еще пять лет назад пределом мечтаний был восьмиядерный ай-9 9900 кейс пися экспресс 3.0 и ddr4 а сейчас можно купить двадцати четырех ядерный ай-9 14 900 кей с на 6 гигагерц с ddr5 и пися экспресс 5.0 который просто уничтожает старый sky lake во всех тестах но с другой стороны вспомним легендарный а м4 те кто в далеком 2017 дал ему шанс и купил хорошую мать на б-350 или x370 получил возможность через пять лет проапгрейдить райзен первого поколения на любое вплоть до 5 да еще и с 3d кэшем без замены платы оперативки или охлаждения а ведь 5 700 x 3d дает прикурить народному шестиядерному 7500 f которому в пару нужна и дорогая ddr5 и не дешевая плата на а м5 на lg 1700 ситуация аналогичная три поколения на сокет и апгрейд с i5 12400 до i5 13600 кей может увеличить fps на треть по слухам intel после пинка от а м д позволит четвертый раз вставить в ту же дырку а лиза су официально объявила что а м5 будет поддерживаться как минимум до двадцать шестого года поэтому пора забыть времена тотального превосходства intel с приростом в пять процентов и двумя поколениями на сокет amd показала себя серьезным конкурентом и процессорная война только набирает обороты что вновь делает актуальные сборки с апгрейдом на будущее самое главное здесь соблюдать баланс amd с intel выстреливают новые поколения чипов как из пулемета и видеокарты за ними банально не успевают сейчас наблюдается забавная картина когда разница в играх на rtx 40 90 между ай пятым и раскочегаренным ай девятым не превышает десять процентов что лишает смысла брать последний в разумный игровой компьютер даже на вырост ведь к тому времени когда разница станет ощутимой lg 1700 безнадежно устареет в комментариях к ролику про выбор игрового монитора нашлось на удивление много пользователей которых полностью устраивает full hd разрешение на 27 дюймовом экране и наши шутки про пиксель с кулак тут вообще не уместны конечно требования к монитору это всегда субъектив щена кому-то нужно 120 герц а кто-то спокойно себя чувствует на 50 дюймовом full hd телевизоре поэтому тут нужно обратиться каналам истории они гласят что у microsoft еще со времен 90-х окон есть стандарт в 96 dpi именно под такую плотность пикселей рассчитан масштаб 100 процентов во всех современных windows даже 11 а теперь минутка математики разрешение 1920 на 1080 при 27 дюймов дает всего лишь 81 ппи ай то есть при 100 процентов масштабе картинка на экране будет излишне крупной и рыхлой 2560 на 1440 с той же диагональю даст 108 ппи ай что чуть больше нормы то есть текст будет мельче нужного но из-за более высокой плотности пикселей картинка окажется более четкой а вот с 4к гарантированно будут проблемы даже на 31 дюйме с таким разрешением получится 140 ппи ай придется включать масштабирование которое windows до сих пор работает не идеально если не хочется таких проблем старайтесь чтобы плотность пикселей была как можно ближе к 96 ссылку на калькулятор я оставлю в описании по себе могу сказать снимать на камеру full hd 27 дюймовый монитор это то еще удовольствие нужно очень постараться чтобы не словить пиксельную сетку ролик с мифами об озу вышел на канале еще во времена ddr4 и нередко в комментариях появляется неверная информация про более новый стандарт ddr5 да там изменений было много но не все они в лучшую сторону теперь даже один модуль ddr5 обеспечивает двухканальный режим работы это порождает миф о том что можно обойтись всего одной планкой дело в том что ширина шины на каждый модуль не изменилась это все те же 64 бита просто теперь они разбиваются на два канала по 32 для получения всех 128 бит все равно требуется два модуля пусть они будут отображаться в аиде как четыре канала до такое разбиение действительно поднимает скорость работы памяти но все равно две планки ddr5 оказываются ощутимо быстрее одной также в предыдущем видео про мини-пк с инженерным райзен мы объяснили почему стоит избегать покупки ddr5 на 8 гигабайт хотя такие модули стоят достаточно дешево восток дело тонко а китайские бренды дело гиблое в комментариях часто высказываются мнение что всякие соя джиншу и колорфулы максаны и пиладны и это одного поля ягоды на деле нужно понимать что китай это огромный рынок с миллиардом активных потребителей на котором всего за год продаж свежей линейки карт накапливается огромное количество бэушных видеочипов поэтому в поднебесной расцвела целая индустрия производства видеокарт с такими джи пи ю их распаивают на новом текстолите накрывают свежим охладом и продают за рубеж по принципу не бита не крашена два года гарантии зуб даю как максимально быстро вычислить таких недобросовестных производителей достаточно загуглить выпускают ли они сейчас самые свежие карты бэушных чипов rtx 40 супер в достаточном количестве еще нет и такую простую проверку соя и пиладен не проходят у них в ассортименте есть только обычные rtx 40 годовалой давности а вот уезд он максун и colorful такие карты гуглятся без проблем и раз достать свежий gpu можно только у nvidia значит это официальные производители видеокарт но разумеется самая лучшая проверка это поиск китайских компаний среди партнеров крупных чипмейкеров раз уж заговорили о видеокартах поясним ситуацию с ребар на gtx 16 и rtx 20 о чем в комментариях нас не раз просили это технология позволяет процессору обращаться ко всей видеопамяти сразу они блоками по 256 мегабайт что в некоторых играх позволяет существенно повысить производительность вплоть до 10 процентов у nvidia эта технология работает на видеокартах rtx 30 и новее а также требует включения соответствующей опции в bios которая появилась на 300 линейке чипсетов intel и 400 омд однако недавно сторонний разработчик представил неофициальный драйвер у efi который позволяет включить ребар на более старых и официально не поддерживаемых gtx 16 и rtx 20 пользователи таких карт подтверждают после патча bios заветная надпись включено действительно появляется в gpu z но не так все просто как уже сказал выше поддержка ребар должна быть активирована не только в bios но и в прошивке самой карты у nvidia первой видеокартой с поддержкой ребар стала rtx 3060 и для более ранних карт 300 серии компании пришлось выпускать специальный патчер прошивки именно поэтому включение ребар в биосе платы для карт поколения тюринг решает только половину проблемы сами gpu не поддерживают эту технологию что и будет отражено в расширенных свойствах gpu z поэтому на gtx 16 и rtx 20 полноценного ребар без патча видеобиоса не будет в принципе а такая неполноценная работа технологий может привести как к росту fps так и к вылетам и просадкам но все-таки такой драйвер у efi будет полезен пользователям старых плат и новых видеокарт поддержка ребар появилась еще в далеком 2007 с выходом pc экспресс 2.0 первые у efi bios стали выходить 2011 поэтому при помощи такого шаманства включить ребар можно даже на зионах и он действительно полноценно заработает на видеокартах rtx 30 и новей еще один судя по комментариям закоренелый миф признайтесь вы тоже используете безопасное извлечение флешки в винде просто в 2018 microsoft выпустила патч который позволяет в любой момент выдергивать флешки раньше при работе с флешками винда использовала файловый кэш в озу и на системном накопителе это ускоряло запись но делала ее непрозрачной для пользователя уже отображаемые на флешке файлы на самом деле все еще могли быть в кэше из-за чего выдергивание накопителя без уведомления об этом системы могло привести к порчи данных процесс безопасного извлечения как раз был нужен для того чтобы дать системе команду перенести всю информацию из кэша на флешку в общем уже шесть лет винда работает с usb накопителями по факту без предварительного копирования поэтому если при записи какой-то файл там появился он уже никуда не денется так что можете спокойно выдергивать флешки в любой момент главное психологически себя пересилить в общем если вам понравился такой формат жду обратные связи мы будем периодически выпускать развернутые ответы на ваши комментарии под роликами переходите в нашу телегу в наш века там мы тоже общаемся у нас там мощная комьюнити на связи был мк меня зовут михаил крошин еще увидимся пока